Строительные работы в Ершовской школе идут уже почти неделю. На объекте трудится 15 человек. Армию рабочих будут увеличивать ежедневно, чтобы уложиться в сроки, а они довольно сжатые, всего два месяца. Ведутся работы по демонтажу внутренние, это полы, стены, старые покрытия убираем. Также начали благоустройство, тоже демонтаж и кровельные работы, только демонтаж. Родительская общественность забила тревогу несколько лет назад. Здание средней школы требует ремонта. Выездная инспекция главы показала, преображение должно быть капитальным. Разработали проект, прошли экспертизу, на работы выделили более 100 миллионов рублей. Капитальный ремонт в Ершовской школе в этом году будет произведен до 15 сентября, согласно муниципальному контракту. Здесь постоянно будет находиться наш технический заказчик, муниципальное предприятие, хозяйственная эксплуатационная служба. Мы будем контролировать и качество, и сроки выполнения. Соглашение с четким обозначением сроков проведения работ. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и представитель подрядчика подписали на объекте 15 июля. Надеюсь, что у вас это будет. По плану уроки в Ершовской школе начнутся с середины сентября. Как и где первые две недели учебного года будут заниматься школьники, предстоит решить совместно с родителями. Будут заменены и кровля, и двери, и окна, и все коммуникации. И будет благоустроена территория. Фасад появится вентилированный. То есть значительные работы, безусловно, за два месяца их сделать сложно. Поэтому мы сместились на 15 сентября. Но ради того, чтобы получить такой объект в итоге, я думаю, что и родители пойдут нам навстречу. На этом перемены в Ершовской школе не закончатся. В этом году начнутся работы по проектированию пристройки к зданию, которая позволит разгрузить переполненное образовательное учреждение. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Спасибо. Спасибо.